Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Рептилии бывают разные, черные, белые, красные. А еще они бывают сверх хищными и большими, например, как нельский крокодил, про которого я недавно рассказывала, или вполне безобидными, например, как зеленая игуана. Ищите их в плейлисте «Рептилии и насекомые». Ну а наш сегодняшний гость – это идеальный пример приспособленца с удивительной способностью супергероя становиться незаметным. Встречайте хамелеона – семейство ящериц, приспособленных к древесному образу жизни и способных менять окраску тела. Русское слово «хамелеон» заимствовано из греческого и означает «земляной лев». Хамелеоны прежде всего встречаются в материковой части Африки, южнее Сахары и на острове Мадагаскар, хотя некоторые виды встречаются также в Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Индии, Шри-Ланке и ряде мелких островов в западной части Индийского океана. Всего хамелеона в семействе насчитывается 12 родов с 213 видами. Самый древний из известных хамелеонов найден в Европе. Находке примерно 26 миллионов лет. Однако хамелеоны, вероятно, намного старше, чем этот. Есть находки более чем 100 миллионов лет назад. Ископаемые также были найдены в Африке и Азии. И считается, что хамелеоны когда-то были более широко распространены, чем сегодня. Они могут иметь свои истоки на Мадагаскаре, который сегодня является домом для почти половины всех известных видов этого семейства, а затем разошедшихся по другим землям. Большинство видов имеют длину тела 30 см, наиболее крупные достигают 50-60 см, самые мелкие – 3-5 см. А вот сейчас начинайте слушать внимательнее, так как уровень абсурда будет повышаться. Речь сейчас пойдет о том, как именно хамелеоны меняют свою окраску и зачем они вообще это делают. Интересный цвет кожи обусловлен наличием в коже особых клеток. Хроматофор, которые внутри сложены как бы бутербродом и имеют в себе зернышки разных цветов, они собственно и преобразуются, что помогает нашему герою переобуваться в разные цвета быстрее, чем переобуваются ведущие федеральных телеканалов. А теперь самый главный вопрос, а зачем? Многие люди думают, что хамелеоны меняют окрас для того, чтобы казаться более незаметными. Но это далеко не основная функция данной способности. Все дело в том, что каждый хамелеон обладает собственным характером и способен испытывать большущий спектр различных эмоций. Окраску хамелеон меняет, когда покушал, сходил в туалет, увидел конкурента или же нашел самочку своей мечты. Также хамелеоны очень социальные существа и с помощью своей окраски общаются друг с другом. С помощью окраски хамелеоны могут напугать соперника во время брачного периода, соблазнять дам, а также рассказывать занимательные истории о том, кто кого в джунглях сегодня сожрал. В общем, смена цвета у хамелеонов – это целый язык тела для лучшей социализации и коммуникации. Кроме всего вышеперечисленного, наш разноцветный герой является чемпионом по сидению на месте. Да, в неподвижном состоянии хамелеон может просидеть несколько дней, а то и недель. Отдельное внимание стоит уделить его глазам, которыми он может двигать абсолютно несогласованно. Отсутствие единого поля зрения вынуждает хамелеона постоянно вращать зрачками на все 180 градусов. Зато мозг воспринимает сразу две картинки, от чего ни один жук не проползет мимо разноцветного охотника. Да, питаются хамелеоны, как и многие незлобные рептилии, насекомыми. И тут он является самым быстрым стрелком, ведь язык хамелеона выбрасывается на всю максимальную длину, а это почти длина его тела, за одну двадцатую секунду, после чего возвращается обратно, примерно за половину секунды. Таким образом, хамелеон за три секунды может поймать до четырех различных насекомых. Хотят любви хамелеоны в разное время года, зависит от конкретного вида. Большинство видов являются яйцекладущими, но есть и практикующие яйца живорождения. Размножение тоже сильно разнится от вида к виду. Об этом уже расскажу, когда буду обозревать какого-то конкретного хамелеончика. Продолжительность жизни зависит исключительно от размеров хамелеона. Маленькие от трех до пяти лет, а вот большие могут протянуть в этом бренном мире и все пятнадцать. Эти красивые рептилии достаточно легко приручаются и могут стать вашим домашним питомцем. Но опять же, все зависит от вида и характера особи. Стартовая цена начинается от 500 рублей и заканчивается совсем уже запредельными суммами с четырьмя нулями. Чаще всего в террариумах содержат и 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.